Возьмем город Ачинск. Все разбито, 20 лет ни копейки денег никто не выделяет и ничего нельзя сделать. Так и здесь будет. Ну, если в целом, то я бы, наверное, там откровенно бы сказал, что это, ну, отчасти может преувеличение, что нельзя гвоздя забить. Все-таки. На самом деле есть нормальный опыт и реставрация объектов. Просто, ну, многие, я уж извиняюсь, как бы не хотят, может быть, там руководители, там, посмотреть, вникнуть, там, как сделать проектную документацию и так далее. Да, это есть какое-то удорожание, но оно не в такие вот, как бы, мега-разы, о которых очень часто говорится. В Сачинском действительно сложная ситуация. Там проблема в том, что деловой центр находится не в исторической части города, и действительно, место привлекательности там очень маленькое. Там были частные руки объекты передачи, но участники, к сожалению, не нашли средств и вообще, откровенно говоря, даже их вернули обратно. Сачинск действительно это большая проблема. Мы это признаем. Уважаемого депутата, корпуса Позанова 38, если будет, когда, ну, там, закончится жизнь, что это как-то привлечет, инвест привлекательно, что это место начнет больше сживать. Мы пока на это надеемся. Еще мы планируем в Вашинск выехать в ближайшие годы. Плюс ряд объектов мы передаем в Вашинск в исторический квартал акционерам общества, чтобы они индивидуально уже искали инвесторов. Так, коллеги, есть ли еще вопросы, Александр Александрович, пожалуйста. Реплика небольшая, вот, там, Владимира Николаевича и Павла Евгеньевича, ну, исходя вот из складывающей практики, вы письмо на акционера подготовьте, и все проблемы Ачинска сразу решатся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.